Всем привет, меня зовут Вака и в этом видео речь пойдет о разогревающих мазях, которые чаще всего используют атлеты. Разогревающие мази, что это? В первую очередь это лекарственные средства наружного применения, которые в большинстве случаев используются для обезболивания. Также улучшают кровоток в тканях, снимают воспаление, устраняют болевые ощущения. Часто используются атлетами для более быстрого разогрева мышц. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Все они изготовлены на основе химических веществ, вызывающих жжение. Поэтому у некоторых людей могут оставаться раздражения на коже. Перед началом хочу вас предупредить, согревающие мази нельзя использовать сразу же после травмы. Сначала налаживается холодный компресс в течение 2-3 дней, а затем уже можно наносить мазь. Также разогревающие мази нельзя использовать на поврежденных участках кожи, таких как раны, царапины и т.д. Первая мазь на очереди это эспол. Эспол обладает обезболивающим действием, дает эффект жара, хорошо согревает. Часто применяется для быстрого лечения закрытых травм и повреждений. Также эспол применяется при разрыве связок, ушибов и растяжении. Миязите, артрите, последствия растяжения связок, переломов и т.д. Мазь имеет несколько производителей и поэтому оформление упаковки может отличаться. Далее мазь деклофенак. Неплохо разогревает, но еще лучше снимает воспаление. Имеет много различных аналогов. Деклак, ортофен и т.п. Препарат выпускается в виде 1% геля или мази. Лично я между ними отличия не почувствовал. Чаще всего данная мазь используется для снятия воспалений. Но это логично. Много этой мази говорить не буду, так что едем дальше. Следующая мазь это микофлекс. Лично я ее очень часто использую. Довольно приятная мазь с отличным разогревающим эффектом. Ей можно разогревать различные участки кожи, не боясь ожогов. Если конечно же наносить в разумных количествах. Прогревает достаточно глубоко и быстро. Применяется при ушибах, растяжениях, для разогрева мышц до и после физических нагрузок. Очень помогает перед соревнованиями. Так что я рекомендую данную мазь. Четвертая мазь на очереди это Финалгон. Это наверное самая ядреная мазь, какую я только знаю. Хорошо разогревает и сильно жжет. Если нанести больше чем надо, то очень легко можно получить химический ожог. Крайне не рекомендую использовать людям с нежной кожей. В противном случае вы рискуете остаться без нее. Применяется при ушибе, артрите, поврежденных связах и так далее. Подходит не для всех участков кожи. На более нежные места лучше вообще не наносить. Если вы все-таки осмелились нанести Финалгон и переборщили, то лучше всего протрите место нанесения мази спиртом. Далее у нас идет мазь Капсикам. Эта мазь чуть слабее Финалгона. Также хорошо разогревает и сильно жжет. Поэтому кратней с нанесением на кожу. Подходит не для всех участков тела. При неправильном использовании мази вы рискуете получить химический ожог кожи. Разогревающих мазей множество. Я представил лишь основные. Так как я являюсь спортсменом, а не доктором, я вас очень прошу читать инструкцию по применению перед использованием данных мазей. Еще хочу вам дать самый главный совет. После нанесения мазей не забывайте мыть руки. На этом мы закончим. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok